Всем привет! Снова вы на канале Олег Нейстеров в Брест, у дяди Олежи дома. И мы с женой решили снять такое небольшое обращение к женам. Как все знают, мы сегодня съездили на базу, решили не откладывать и сегодня снять это. Для чего мы решили снять это видео? Это видео мы решили снять для жен наших подписчиков, чтобы они поддержали мужей. То есть многие мужья, я знаю, хотят съездить, и говорили мне об этом. Но жены их сомневаются в серьезности нашего всего этого мероприятия. Как бы кто сомневается, посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео, где мы съездили на базу. Все вопросы решаются. Помогают мне во всем. Моя супруга Наталья. Да, Наталья, в руках. Ну и вот хотелось бы для женщин, чтобы, как все это выглядит со стороны женщин. Ну, то есть вот в данном случае моей жены первые твои впечатления расскажи. Ну, какие первые? Нет, я не о впечатлениях хочу рассказать. Я тоже была очень против сразу этого авантюрного мероприятия, потому что... Я потом обдумала и решила, если все-таки соберутся люди по интересам, может им мало общения там по интернету, по залорации, они хотят друг друга увидеть. Ведь у них одно общее дело, у них такое хобби. Занимаются ремонтом машин в гаражах. И им интересно просто пообщаться друг с другом. И почему бы нет не совместить это мероприятие вместе с экскурсиями. Ну, это будет интересно и для детей, и для мам. С посещением Белоруссии. И решила, ну ладно, пусть Олег попробует. А сегодня, когда мы съездили, посмотрели эту базу, которую нам предложила туристическая фирма, мне очень понравилась. База хорошая. Во-первых, мне понравилось то, что все будут на одной базе. Там очень красивые живописные места, красивая природа, большой пляж, озеро. Много места там, на базе много места для отдыха, много летняя площадка, красивый большой пляж, детская площадка. Ну, очень красивые живописные места. Во-первых, будет трехразовое питание, проживание хорошее. Условия нормальные, достаточно нормальные. Комнаты неплохие. Ну, и что это все-таки на природе, летом, красиво, очень красивые места. Во-первых, будут все свои. То есть, кто, мужики, кто любит рыбалочку, можете с собой удочку взять, то есть, там же на озере половить. На озере катамараны есть, лодки есть, все это можно будет снять. Детям есть где поиграться. То есть, есть где и собраться нам будет вечером. То есть, мы там найдем место, где собраться. Столовая большая, тоже очень удобно. И самое немаловажное, что база будет снята вся. То есть, только наши люди там будут. То есть, непосредственно со слета. Со стороны людей не будет. Поэтому мы как бы и хотим все сразу забить места. Ну, и если такое мероприятие вы хотите провести, заодно будет вот эта экскурсионная программа. Посмотрите Брест, посмотрите достопримечательности. Ну, то, что рядом с Брестом. Там Беловежская пуща. Крепость. Брестская крепость. Я думаю, что если вы планировали где-то отдохнуть, ну, один год можно пожертвовать ради своих мужей и съездить туда, куда они хотят. Поддержать. Поддержать их. Ну, во-первых, я скажу, вот по примеру, расскажи, как вот Саша, на сколько он к нам собирался? Друг в прошлом году? Да. Ну, на пару дней. На пару дней друг собирался, уехал через 10 дней. 10 дней побыл. И вот в этом году он тоже просит говорить, что быстрее всего приедет снова в Беларусь. Он сказал, ну, вот даже как вот на самом деле, мужчина 40 лет, жена его там такого же возраста, они сказали, что в Беларуси очень даже неплохой отдых, лучше, чем в той Турции. Понравилось питание им, здесь очень экологически чистые продукты, все натуральное, детям, то есть дети поедят натуральных продуктов, недорогие. Они говорят, мы забыли, как пахнет нормальная колбаса из мяса. То есть здесь вы ее попробуете. Попробуйте белорусскую кухню. Ну, вот еще на базе сказали, что там трехразовое питание и будет работать бар. В баре можно будет покупать и прохладительные напитки, все, что... Ну, горячие бутерброды, что-то подогреть, что-то поесть тоже, это как бы, это можно будет отдельно. И столовая будет работать постоянно. Не, ну, она не постоянно, три раза в сутки. А бар будет работать уже допоздна. Ну, там не будет столько времени, чтобы там находиться. Времени, да, времени будет мало. Экскурсионная программа неплохая. Экскурсионная программа очень плотная, да. Да. Первый день будет день заезда, второй, третий день будет полностью насыщен мероприятиями, а четвертый день уже будем находиться только на этой базе. Ну, там красиво общаться, да, там красиво отдыхать. Летом вообще будет там шикарно. Сейчас, конечно, вот я снял немножко все в серых тонах. Где нормальный тон. Ну, летом будет шикарно. Так что, если кто хочет посетить Белоруссию, приезжайте. Да, мы будем рады. Будем рады, приезжайте с детишками. Очень много людей, почти больше половины едут с детьми, едут с женами. Так что, поддержите. Во-первых, наша акция, еще раз повторяю, это все-таки направить молодежь. Когда молодежь увидит, что у нас организовалось такое движение, да, гаражников, это люди по интересу. Это люди, вот на моем канале я хочу научить молодых обрести какое-никакое свое ремесло, да, которое им интересно. И многим пацанам это интересно. И наставить их на пусть эти истины, помочь, чтобы они действительно, пусть лучше наши дети занимаются машинами, да, пусть знают, какие у них серьезные отцы, что вот эти вот слеты. Молодежь же, как бы, большое подспорье, мы поможем этим, понимаете, что есть такое движение, есть к кому обратиться. Мы не скрываем своих профессиональных секретов никто. Да, мы, может быть, кто-то не профессионалы. Да, я тоже что-то, может, делаю неправильно. Но я стремлюсь к тому, чтобы молодые ребята выбирали между наркотиками, водкой, подвалами, выбирали гараж. Это оптимальный вариант, понимаете. Во-первых, когда человек в гараже, вернее, когда человек занят своим делом, не важно, гараж это, да, машина это будет, или самолетики, или еще что-то, радиотехника. Но человек, когда занят делом, ему нету дела ни до водки, ни до наркотиков. Человек увлечен своим делом. А когда, тем более, ему помогают в трудной ситуации, когда он может обратиться на ту же золорацию, где ему все время помогут, он может обратиться ко мне, написать на канал. Я ни один вопрос не отвечаю без ответа, ну, вернее, не оставляю без ответа. Пишу я все сам, у меня нет ни секретаря, никого. Я, то есть это мой канал, веду его я, и отписываюсь тоже я. Если я вам поставил просто улыбочку, это все равно я, как бы, поблагодарил. То есть, каждая я читаю. Ну, еще что ты хочешь сказать? По размещению домики будут два корпуса трехэтажных и гостевые домики. Ну, всюду неплохо, всюду удобство, есть душ, туалет. Единственное, что да, там есть новый корпус, там все люксовское. И старый корпус, но он без ремонта, но тоже, как бы, аккуратненько там все. В 80-х годах, правда, можете окунуться в САВДЭП, да. Ну, тоже, как бы, все аккуратненько, все на уровне, да и, в принципе, вы там будете только ночевать. Программа очень загруженная, будет очень весело, будут артисты. По мере того, как у нас наберется народ, да, когда я увижу, что уже все серьезно, будут подключены и спонсоры. То есть, программа, еще что-то добавится к программе, это будет сюрприз. То есть, а как вы знаете, дядя Олежин, а вы думаете, гораздо, да, будет вам обязательно сюрпризы. И сюрпризы неплохие, поверьте мне. То есть, для этого мы найдем спонсоров, я думаю, нашу, как бы, с вами, как это сказать, наше с вами общество, тем более, она у нас с добрыми намерениями, я думаю, поддержат многие, в том числе, может быть, и какие-то депутаты, не может быть, а точно, я на эту тему буду прорабатывать. То есть, а таких депутатов, которые против наркотиков, которые хотят молодежь поставить в нужное русло, да, поверьте мне, их много, и они будут участвовать обязательно. Будет у нас и телевидение, то есть, все это будет освещаться, все будет сниматься на видео, на профессиональное, я имею в виду, это уже входит в цену. То есть, фильм будет, фильмы вы потом можете скачать, фильм будет и на ютубе, то есть, грандиозное событие грядет, вы стоите на его пороге, и я бы подумал, все-таки это первый международный, международный. Много народов, много наций соединились в этом, на моем канале, и, как бы, все мы объединяемся, и это первый в мире, первый в мире слет, и у его порога вы стоите. Мало того, что будет еще, как и сказали, инскурсионная программа. Еще в турбюро сказали, что нужно покупать у вас, ну, на месте, на родине, страховки эти медицинские, на всяких несчастных случаях, они недорогие, там, сказали, может быть, 3-5 доллара, стоит, но, чтобы вдруг что-то случится. Ну да, все равно, надо, да, надо себя отбезопасить. Однозначно помощь окажут три первых дня для россиян и Казахстана, получается, что бесплатно, а для граждан других стран, вот, как Украина, Прибалтика. Ну и дальнее зарубежье, да, потому что люди едут и из Германии, уже звонили, да, ну, из других стран тоже едут, дальнего зарубежья, я имею в виду, не нашего союза. То есть, для таких граждан желательно брать страховку у себя, то есть, вы, ну, обезопасите себя, дай бог, чтобы она не пригодилась, страховка, но страховка желательна. Ну, желательно, нужна, чтобы потом вам возместили стоимость ваших затрат. Да, вам просто возместят, если вы будете, да, стоимость ваших затрат. Ну и все, в принципе, передвигаться будем в комфортабельных автобусах, то есть, это уже все входит в цену. Все гулянки наши, все наши мероприятия, все входит в цену. Посещение, экскурсии, все музеи. Экскурсии, музеи, все это входит в цену, да. Обеды, сон, все входит, да. Встречаем с вокзала на автобусах, тоже все входит в цену. А база находится 35 километров от Бреста. Это получается, что вот кто приезжает на поездах, автобусах, того будут встречать на железнодорожном вокзале автобус, отвезут на базу, помогут с размещением сразу. Ну, думаю, все это будет делаться очень быстро. Программа готовится заранее, и программа уже обдумана, практически только немножко притираем все. Я очень серьезно отнесся к этому делу и подключил к этому делу профессионалов. Так что, я думаю, будет все организовано, без кипиша. Так что, все это дело нам надо до конца февраля, желательно проплатить. Но еще март полностью, скорее всего, будет. Да, будем уже тех, кто не успел что-то сделать. Нет, до марта. Да, до марта. До конца марта. То есть, все это надо будет проплатить. Почему? Да. Потому что летом автобусы, да и многие другие варианты, это будет сделать невозможно. База не будет. База не будет, это одно. И вот автобусы тоже, то есть, он хочет сейчас проплатить. Все приравнивается к евро, поэтому даже если какие-то будут меняться, цены там, или что-то, Наташа откроет, цены или что-то, если поменяется, то на вашей путевке, если вы ее купите, это никак не отразится. Вы все обдумываете. Если хотите посетить Белоруссию, посмотреть наши достопримечательности, милости просим. Познакомитесь с моей женушкой, Натальей, тоже Александровной, да, Батьковной. Так что, милости просим. Как вы видите, у нас совершенно нормальная семья. Дядю Толечку вот отправили погулять с детишечкой, пока снимаем. Так что, милости всех просим. Нет. Спать, жить, есть, будет, что где-то. Да. Все, все оплачено будет полностью, то есть, все входит в сумму. Место под головой будет, где он переночевает, что покушать, дети голодные не будут и вы сами. Это самое главное. Да. И дети как бы под присмотром, и мужья под присмотром. Так что, все будет нормально. Поддержите, дорогие жены, обращаюсь к вам, поддержите мужей. Я уверен, что они будут вам благодарны. И благодарны. Целый год будут, да, бегать за целью. Да. Не надо вам шубу покупать, да. Отложите покупку шубы. Поезжайте на слет. Мужья вам точно будут благодарны. Пусть 8 марта тогда для них продлится год месяц. Дети вам тоже понравятся. Будешь не благодарен. Детям тоже понравятся. То есть, мужья, я ждаю от вас на 8 марта огромного сюрприза. Женам тоже не балуйтесь. Я думаю, это немножко нас объединит. Скоро мы будем одной большой семьей. Сделаем для вас канал, жены, для Назалуракс. И будем общаться все вместе. Вот мой ребеночек с улицы пришел. Ну, всем удачи. Здоровья вам, вашим деткам. Всем добра. И бабла. Ждем всех на слете.